Долгострой в Ялгубе Если бы не эксперты криминалистического центра, то... Работа Министерства внутренних дел по Республике Карелия просто бы остановилась. Профессиональный праздник всех стражей правопорядка. Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. У нас было единственное условие и очень важное, чтобы липы были все один к одному, чтобы они были ровные. Верхнюю часть проспекта Александра Невского в Петрозаводске вновь украсят деревьями. Глава Карелии провел прямую линию совместно с военным комиссаром Андреем Артемьевым, где затронул тему помощи семьям мобилизованных. Артур Парфенчиков отметил, что в Республике предстоит серьезная работа по адресной социальной поддержке семей военнослужащих. Он подчеркнул, что семьи и родственники мобилизованных должны быть обеспечены дровами. Также адресная помощь будет оказана семьям, нуждающимся в газификации домов. Помимо этого Андрей Артемьев объяснил повестки, которые продолжают приходить людям. По его словам, таким образом военкомат пытается привести в порядок данные о военнообязанных. Он также подчеркнул, что мобилизованные из Карелии смогут встретиться с родственниками и им положены отпуска один или два раза в год. Однако многие мужчины сейчас еще находятся в районах подготовки и прошло слишком мало времени, чтобы говорить об отпуске. Эксперты Дорожно-научного исследовательского института завершили разработку транспортной модели Петрозаводска. О главных итогах работы Росдорнии написал в соцсетях глава города Владимир Любарский. Специалисты предложили чиновникам комплексную схему и экономическую модель развития общественного транспорта. Они рекомендуют максимально сохранить сложившуюся годами маршрутную сеть, продлить некоторые маршруты и исключить дублирующие. Поработать нужно и над графиком движения. Одной из особенностей и главным преимуществом Петрозаводска эксперты назвали то, что в городе сохранены троллейбусы. Предложенную модель проанализируют в администрации, правительстве Карелии и в Метрансе. Тему вынесут на одну из предстоящих городских планерок. Тренировочная база школы спортивного мастерства возле деревни Ялгуба. Ее планировали построить еще к 100-летию Карелии в 2020-м. Теперь уже новый подрядчик обещает сдать объект в следующем году. Смогут ли спортсмены и любители здорового образа жизни посетить тренировочную базу в 2023-м в нашем следующем сюжете. Сейчас сложно представить, но на месте этой стройплощадки уже в следующем году появится целый спортивный комплекс. Начатые еще несколько лет назад работы предыдущие подрядчики так и не закончили. Контракты с ними расторгли, а республика к своему 100-летнему юбилею осталась без обещанного подарка – тренировочной базы школы спортивного мастерства. Однако с августа этого года на объект зашел новый подрядчик – Петрозаводская компания. В первую очередь строителям пришлось устранять недочеты предшественников. Ландшафт сложный. В северной части, вернее, за мной прямо рушится откос, который надо укреплять. И вот проектировщик сейчас этим делом занимается. То есть, по-моему, то, что надо было делать в первую очередь, сейчас будем делать в третью. Проекты есть вопросы? Да, они были, есть и, наверное, будут. Глава Карелии Артур Парфинчиков посетил стройплощадку и проверил, как идет строительство. Он подчеркнул, что проект придется дорабатывать. Очень сложная геология. И здесь по ходу были ряд дополнительных решений. И я думаю, мы сейчас обсудили, будем дальше работать. Тем более, все это делается за региональные деньги. Сейчас здесь нам проще все это корректировать. Но я думаю, что какие-то укрепительные работы дополнительные надо будет допроектировать. Помимо спортивного комплекса, здесь планируется построить гостиницу и крытый спортзал. Предыдущий подрядчик успел заложить только фундамент. Эти объекты планируют создать уже в 2024 году. В Петрозаводске построят новую школу. Правительство Карелии и Минпросвещение России договорились о выделении на эти цели субсидии с федерального бюджета. По соглашению, строительство запланировано на 2023-2024 годы. Образовательное учреждение сможет принять 1100 учеников. Однако, где именно оно расположится, пока не решено. Стоимость школ уже серьезно превышает 2 миллиарда больших. Даже там с нормальными технологическими присоединениями, но с учетом оборудования далеко за 2 миллиарда идет. Поэтому этот вопрос еще будет рассматриваться. Об этом министр образования рассказал на обсуждении бюджета республики на будущий год в рамках заседания Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В качестве одного из мест для строительства новой школы депутаты законодательного собрания предложили древлянку, которая в последние годы активно разрастается. Напомним, что в прошлом году в этом районе Петрозаводска уже открылась новая школа. Первая за 30 лет. Она стала самой большой в Карелии с вместимостью в 1350 учеников. Также на заседании парламентского комитета Роман Голубев рассказал, что на стадионе «Юность» до конца года построят трибуны. Они смогут вмещать до 500 человек. Сам стадион открылся после годовой реконструкции в сентябре этого года. Однако работы у подрядчика до сих пор не приняли из-за скапливающейся на беговых дорожках воды и других проблем, которые он должен устранить. Решением мирового суда в Петрозаводске в пятый раз был оштрафован редактор сетевого издания «Губерния Дели» за нарушение предвыборного законодательства. Предметом судебного разбирательства стали четыре статьи, которые портал опубликовал в дни тишины выборов главы Карелии. 9 и 11 сентября. Роскомнадзор усмотрел в них признаки агитации, а также наличие информации, создающей негативный образ одного из кандидатов, действующего главы Карелии Артура Парфенчикова. Юрист, представляющий редакторы издания Ивана Гусева, заявила, что ее подзащитный полностью не признает вину, а статьи не носили агитационного характера. Суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил Ивану Гусеву штраф в размере 30 тысяч рублей. Ответчик имеет право обжаловать постановление суда. Напомним, что ранее редактор губерния Дели был оштрафован еще за три публикации. В них портал привел результаты опроса, однако не указал метод сбора информации, заказчика опроса, оценку возможной погрешности и другие необходимые сведения. Также опрос был опубликован в дни голосования, когда публикация подобных материалов запрещена. По всей Карелии ищут одаренных детей и тех, кто готов поучаствовать в программе «Арктический гектар», а в Каливальском районе пострадал виновник ДТП. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». В Карелии за год реализации программы «Арктический гектар» уже передано в пользование 45 лесных участков. Еще 82 участка лесфонда ожидают своей очереди. В республике объявили конкурс на стипендии для одаренных детей. Комиссия будет учитывать различные достижения школьников в период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября этого года. В Каливальском районе осудили женщину, которая из мести за сбитую собаку разбила камнями автомобиль виновника ДТП. Подсудимая вину признала. 11 и 12 ноября в Кондобоге пройдет фестиваль духовной музыки. Участниками мероприятия станут хоровые коллективы из Кондобоги, Петрозаводска и других районов республики. Сегодня, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел в профессиональный праздник всех стражей правопорядка. В их числе патрульные, постовые, участковые, оперативники и те, кто работает в дежурных частях. Их работа на виду каждый день. Но некоторые правоохранители ведут свою деятельность не так заметно для окружающих, зато результаты их труда бесценны. Об этом из Карельского экспертно-криминалистического центра сюжет нашего корреспондента Анжелы Дробышевской. Экспертно-криминалистический центр республиканского МВД сегодня – это целая сеть подразделений. С ней не сравнится ни одно государственное судебно-экспертное учреждение. Здесь внедряются новейшие методики исследования вещественных доказательств. Сотрудники ЭКЦ преданы своему делу многие десятилетиями. Из 49 возможных экспертиз у нас делают 37 – наиболее важных и актуальных для нашего региона. Одна из них – почерковеческая. Очень интересно разбираться, когда все видят, что записи выполнены вроде как одним человеком, а оказывается, что они выполнены разными лицами. Какие документы приходилось за все эти годы исследовать? Самые разные, начиная от элементарных накладных и договоров всяческих разных и заканчивая предсмертными записками. От результатов эксперта, можно сказать, зависит все в расследовании того или иного дела и даже станет ли оно уголовным. Если, допустим, район, вот эта вот буква «Н» здесь вот этот элемент, видите, укороченный, то вот здесь он уже удлиненный. То есть это такие различия, которые увидит только эксперт. О чем они говорят? Что это выполнено разными лицами, хотя изначально предположение было, что вот эти две графы заполнены одним лицом. Можно ли обмануть эксперта-почерковеда? Можно, но я не скажу, как. Баллистические экспертизы, испытания метательного оружия – еще одно направление ЭКЦ. Эксперт определяет, например, из чего был сделан выстрел или доказывает, является ли исследуемый предмет огнестрельным оружием. Чтобы доказать, что он огнестрельный, мы из него обязательно должны выстрелить. Эта проверка называется «ПРФ на пригодность оружия к стрельбе». Приносят на экспертизу не только орудия с мест преступлений, но и музейные экспонаты. Вообще, говорит Иван, каждый случай в баллистике уникальный. Недавно принесли на исследование самодельный пистолет. Сейчас как раз находится в производстве эта экспертиза. Тот же самый вопрос, является ли предмет огнестрельным оружием. Изготовлен самодельным способом, как видно, из кусков деревянных брусков с использованием подручных материалов, стяжек, обычные пружины, шпингалета. Лучше такое никому не делать. Это уголовно наказуемое деяние. То есть вот из чего-то и палок можно сделать огнестрельное оружие? Безусловно. Наиболее передовой метод экспертной деятельности – ДНК-исследование. Так специалисты безошибочно определяют происхождение следов, смес преступлений и, конечно, идентифицируют личность. Непосредственно здесь имеются объекты. Это неопознанных трупов, которые найдены в Республике Карелия, а также их родственников, которые разыскивают пропавших без вести лиц. Мы эти пробы будем помещать в специальный планшет и затем уже в прибор, генетический анализатор, где с помощью капиллярного электрофореза будет непосредственно происходить анализ данных проб. Преступления становятся все более изощренными, но наши эксперты-криминалисты оперативно реагируют на вызовы и угрозы со стороны преступного мира. Технические возможности центра позволяют исследовать практически все, что нас окружает. Наркотики, пищевая продукция, растения, камни, почва, вручные смазочные вещества, металлы, сплавы, бумага, деньги. Все, что можно преследовать, все это у нас исследуют. Включая самые новые направления видов экспертиз, это исследования ДНК, видеотехнические экспертизы, компьютеротехнические экспертизы. Дмитрий, закончите фразу, если бы не эксперты криминалистического центра, то... Работа Министерства внутренних дел по Республике Карелия просто бы остановилась. Анжела Дробышевская, Алексей Локтев, Служба новостей. Одним из первых поздравил карельских полицейских с профессиональным праздником глава Карелии, который утром посетил региональное ведомство. Артур Парфинчиков отметил, что результаты деятельности, которые сейчас демонстрирует карельская полиция, это итог системной и многолетней работы. Он также вручил награды троим отличившимся сотрудникам МВД и медаль за заслуги перед Республикой Карелия, министру внутренних дел Республики Дмитрию Сергееву. Позднее состоялась церемония награждения личного состава ведомственными знаками отличия МВД России, а также наградами и почетными званиями. Медаль за заслуги перед Республикой Карелия вручил строительной компании КСМ глава Республики. Крупнейшая строительная компания в Карелии в том числе занимается социальными проектами. Строит жилье для расселения, возводит промышленные объекты и оказывает поддержку творческим коллективам. Подробнее расскажет Александр Моисеева. Артур Парфинчиков отметил большой вклад, который внесла компания с 1963 года. Конечно, особую теплоту сегодня испытывают компании тысячи и тысячи наших земляков, которые живут в домах, построенных компанией. Я хочу сказать, что за последние пять лет компанией построено 55 многоквартирных домов. 55. То есть фактически это больше 10 домов в год. И это, в том числе и дома, в рамках расселения аварийного жилья. В списке выполненных объектов Гоголевский путепровод, детский сад в Ляскеле, школа на 1100 мест в Медежегорске и дома для расселения аварийного жилья. Спортивные комплексы, автомобильные дороги и гидроэлектростанции. Бизнес успешный, не может в стороне стоять от общественной деятельности. Не может. И это нас обязывает еще круче работать. КСМ оказывает поддержку студентам, творческим коллективам, детям в неблагоприятной ситуации. Более 20 лет проводит конкурс стипендий для студентов строительного направления. И за все эти заслуги Артур Парфенчиков наградил компанию медалью. Я с огромным желанием, с душой, с сердцем вручаю эту награду компании КСМ. Абсолютно еще раз повторюсь, от всех жителей республики. Александра Моисеева, Алексей Миронов, Служба новостей. Верхнюю часть проспекта Александра Невского в Петрозаводске вновь украсят деревья. Этим утром сотрудники городского комбината благоустройства приступили к посадкам 60 лип, которые доставили из Ленобласти. Трехлетние растения украсят территорию от Комсомольского проспекта до улицы Мерецкого, где когда-то росли тополя. Деревья подбирали с особой тщательностью, чтобы жители города остались довольны. У нас было единственное условие, и очень важное, чтобы липы были все как один к одному, чтобы они были ровные. Отбор был очень длительный, более месяца отбирали липы. И когда пришли, тоже у нас был контроль качества. Кроме посадки лип, обновят в этих местах и газоны. Сейчас там проводят посев семян. Все работы планируют завершить в эту пятницу. Руководство предприятия убедительно просит горожан быть внимательными и не топтать землю, чтобы весной на этом месте выросла новая и красивая трава. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи.